Рубль Субтитры создавал DimaTorzok Молодые группы индюшата, вот кем ты себя ощущаешь, вот, и я немножко жестко отвечаю, что я ощущаю себя нечто среднее между археологом и ассенизатором. Почему? Потому что археолог, понятно, но ты ищешь что-то такое затерянное во времени, ассенизатор, потому что молодые группы, с которыми мы работаем, они очень часто вторичны, третичны, как правило, неинтересны, вот, и поэтому ты вот в этом потоке роешься, 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 зато счастье, когда ты нашелся, какой-то маленький бриллиантик вот в этом во всем мутном потоке, оно такое неподдельно кайфовое, что, наверное, ради этого этим стоит заниматься. Такой грамм добычи, тонну руды. Да, то есть можно, наверное, ты мне еще подсказываешь, можно еще придумать не нечто среднее между археологом и ассенизатором, а нечто среднее между земляковым и шахтером, вот, но вот эти скалы, вот эти скалы рубятся не зря, потому что, ну, я допускаю, что многие в первый раз слышат такое словосочетание. Рокфестиваль Индюшата – это фестиваль молодых групп, и у него есть ярко выраженная уникальность, даже две. Первый – это самый-самый старый фестиваль в стране, рокфестиваль с 90-го года, мы занимаемся этим богоугодным делом, я надеюсь. А второе – это то, что группы в финале выступают в Москве жестко первый раз в жизни, то есть это даже, наверное, не фестиваль молодых групп, наверное, даже не фестиваль новых групп, а это фестиваль сверхновых. То есть это, если бы ты спросил у меня, это что, музыка завтрашнего дня? Я сказал, но вряд ли, скорее послезавтрашнего. То есть это все-таки попытка так заглянуть резко наперед. И поэтому специфика музыки тоже необычная, это часто очень сыро, но свежо. На первом месте свежесть. И один из моих любимых западных саунд-продюсеров, звукоинженеров Брайан Инна сказал, что я обожаю слушать записи молодых групп, там все настолько ужасно, настолько коряво, что от счастья оторваться невозможно. Вот. И тоже часто спрашивают, ну а дальше что? Как бы эти группы показываются федеральным и московским специалистам, промоутерам, журналистам, продюсерам. И в идеале вот такая модель мира, которой мне бы хотелось, чтобы индустрия их подхватывала. А тут есть вопросик. Потому что индустрия глазами 2013 года, мы говорим про музыкальную индустрию, просто агрессивно не нужны новые имена. Потому что тут со старыми, да, и бог разобраться. И предложение со стороны индустрии значительно опережает спрос со стороны публики. И это большая проблема. А тут еще Александр Кушниш со своими индюшатами, где в каждом финале 12-15 новых имен, которые вроде как никому не нужны, потому что рынок переполнен. Кризис индустрии компакт-дисков, цифровые носители и так далее. Но в первую очередь надо думать о том, что делать свое дело, идти вперед и плевать вообще на весь контекст. И порой это дает совершенно сногсшибательные результаты. Вот с гордостью скажу, что победители гран-при фестиваля индюшата прошлого года, совершенно фантастическое трио из Томска, Джек Вуд. Барабанщик, гитарист и девушка-вокалистка поют гаражный ритмоблюз на английском. Буквально несколько дней назад разогревали одну из самых, что значит разогревали, выступали в одном концерте с одной из самых известных рок-групп мира, в Москве, в Москве. И это группа, которую год-полтора назад никто не знал. Мы привезли и показали их на индюшатах. В клубе «Шестнадцатон» и за это время они уже сыграли на всех крупнейших фестивалях страны, рок-фестивалях. Начиная с «Сепнового волка» Артемия Троицкого, «Стереолета», «Пикник-афиши» и вот теперь вот такая вот приятная новость. То есть, видимо, это такая взлетная площадка для молодых групп, и поэтому тут не важно, как назвать землекоп, шахтер, осенизатор, археолог. Важно, что это происходит. Хорошо. Давай тогда с тобой познакомим чуть подробнее наших зрителей. Давай. Прервемся, затем вернемся к нашей беседе. Александр Исакович Кушнир родился в 1964 году в Киеве. Журналист, музыкальный продюсер, автор ряда книг о советской и российской музыке, генеральный директор музыкально-информационного пиар-агентства «Кушнир Продакшн» и, по мнению ряда авторитетных изданий, лучший пиарщик России, в свое время дважды был исключен из университета за пропаганду рок-н-ролла. В начале 90-х организовал рок-фестиваль молодых групп со всего СССР Индюшата, который существует до сих пор. С 1996-го занимается пиар-сопровождением «Мумий Тролля», «Зимфиры», «Танцев Минус», «Гостей из будущего», «Ночных стайперов». В 1999-м году создал музыкально-информационное агентство «Кушнир Продакшн». Награжден почетной грамотой «Интермедиа» за выдающийся вклад в развитие российского шоу-бизнеса и почетным дипломом «РМА» за вклад в развитие образования в сфере российской музыкальной индустрии. В свободное время Александр играет в настольный теннис и, между прочим, является обладателем звания кандидата в мастера спорта. Твоими первыми клиентами в плане пиара когда-то стали музыканты группы «Мумий Тролль». На тот момент, наверное, мало кому известны во всей России ребята, у которых не очень много, может, было средств, но зато было много амбиций, целей. И вот в своей книге «Хедлайнеры» ты писал про эту ситуацию. Финансирование ноль, связи ноль, опыта ноль. По идее можно и не рыпаться. Но вы рыпнулись, вы не прогадали. Вот если перенести это на современный музыкальный бизнес, на современные молодые группы, стоит ли рыпаться, если за тобой никто не стоит и миллионов нет? Ну, с одной стороны, конечно, жутко приятно, что «Хедлайнеры на слуху» и конкретно, что ты помнишь, это одно из любимых мест в книге, то, что ты сказала. Почему? Ну, потому что это правда. Вот. С другой стороны, наверное, неправомерно переносить ситуацию 1996 года на, считай, уже 2014. Время все-таки. То есть очень много изменилось, очень много, при том, но я не буду таким голословным, что изменилось все, а какие-то системы координат поменялись. Вот. И мне кажется следующее. Все-таки у Логутенко и у Лени Бурлакова, продюсера, который тогда очень много для группы сделал, у них было две вещи. У них был, безусловно, огромный талант, у каждого свой, и огромная целеустремленность, которая позволила, ну, не все помнят, я напомню, я часто об этом в интервью говорю, что Илья Игоревич Логутенко первый альбом записал, будучи восьмиклассниками или девятиклассниками, в 1984 году. Альбом «Морская» выстрелил в 97-м. То есть простая математика, там 97-84, 13 лет безызвестности, каких-то разочарований, кризисов, депрессий, чтобы потом стать любимцами страны. И это может быть, если не первое, то одно из первых, чему-то ролей надо поучиться. Вот, как бы моя роль как пиарщика там достаточно посредованная, потому что пиарка каким бы гениальным он не был, но он влияет на результат на 15, максимум 20%. То есть тут мы выступаем, ну, знаешь, наверное, как вишенка к торту. Если торт фигня, то никакая вишенка его не спасет. Что касается современной ситуации, в чем-то легче, в чем-то труднее, в чем легче. Сегодня музыкант знает в тот же день, когда Ютуб выпустила новый альбом в Дублине, или Радио Хэд выпустил новый альбом в Лондоне, или какие-нибудь американские гаражные электроники выпустили в Чикаго, электроники выпустили в Чикаго новый альбом, они сразу на слуху. Вроде бы плюс, то есть ты понимаешь, что такое саунд глазами 2014 года. С другой стороны, вот эта энциклопедичность, она начинает убивать вот эту вот нашу прекрасную корявую русскую уникальность. Вот я как раз за уникальность, потому что ранний мой Митролин был очень уникален по-своему и прекрасен тем самым. Вот, поэтому все зависит от идеи, от силы идеи. Был такой старинный русский философ Константин Леонтьев, который сказал такую фразу, что страстная идея всегда ищет выразительную форму. Поэтому неважно какой экономический контекст, неважно что делается в стране, Навальный, Путин, неважно, если у тебя есть идея, вот с этой идеей надо пробиваться. Бывает внезапно, бывает быстро, как, допустим, братья Гримм или Ума Турман. То есть, ну это One Hit Wonder, группа одного хита, которые прорвались и потом как-то стали очень быстро исчезать. Чем дольше ты к этому идешь, тем, возможно, потом будет прочтение позиции. Я такую немножко тайну открою, и Бурлаков, и Логутенко, я в том числе, очень часто оглядывались на жизненный путь Джарриса Кокера и группы Палп. У них по годам совпадение сумасшедшее. То есть, те тоже впервые какие-то демо сделали в середине 80-х и прорвались в 96-97 году. То есть, те же самые 10, 12, 13 лет безызвестности. И к этому надо относиться философски и просто вот идти вперед и ни на что не оглядываться. Ну, все-таки ты рок-журналист, и многие твои проекты – это, скажем так, роковая направленность, если уж не совсем в чистом виде, да? Но, тем не менее, вот приходит, например, клиент, вот сам говорит, я хочу, чтобы вы меня раскрутили. Может быть, не совсем нравится продукт, но ты понимаешь, что у него есть потенциал. Возьмешься за такое? Ну, отвечаю честно. Значит, музыкальное информационное агентство Cushion Production, пиар-агентство, о чем, собственно, мы сейчас говорим, оно на рынке уже более 15 лет, то есть с 99-го года. И приоритеты расставлены абсолютно точно, когда приходит, ну, скажем так, не новый клиент, а продюсер, промоутер или сам артист с музыкой. Первый вопрос, который ты задаешь сам себе – знаешь ли ты, что с этим делать? Если ты не знаешь, слава богу, вот шкала устойчивости выставлена довольно крепко, ну, какие бы условия ни предлагали, это будет история на пару месяцев, потому что мы поймем, что мы стоим на месте. Вот, поэтому абсолютно честно, глядя в глаза прямым текстом, ты говоришь, что это вряд ли получится, там, потому-то, тому-то, тому-то, тому-то. То есть мы можем дать там экспертную оценку, какую-то рекомендацию, что делать дальше, но в таком виде вишен, который не спасет. Дальше, неважно, наверное, это рок или это поп-артисты, у нас, к слову, там много каких-то джазовых проектов, мюзиклов, там, ледовых шоу, дальше все очень просто, есть два вида артистов. Один вид артистов, который очень качественный, и за них, как минимум, не стыдно. И второй вид артистов, которыми ты гордишься. И, в общем, это такая хорошая амплитуда, от не стыдно до гордишься, в общем, мне там комфортно. Третье в данном случае не дано, я так понимаю. Нет, ты просто себя уважать не будешь, если появится третье. Ну вот, если говорить, скажем так, о современных артистах, о тех, которых вы не раскручивали, вот, агентство «Гошнер Продакшн», кто импонирует, кто нравится, может быть, по творчеству, может быть, по самоподаче какой-то, по фишке какой-то? Ну, к сожалению, к сожалению, нравятся больше западные артисты, и дома фонотека, она занимает пространство от пола до потолка, там все в пластинках. Вот почему-то у них все хорошо, почему-то у них все правильно, почему-то у них продуманный звук, безупречный свет, какие-то очень органичные аранжировки. Я уже про новые идеи не говорю. Это правда. И понимаешь, тут у меня такое раздвоение личности. С одной стороны, я слушаю сырой, корявый, там, русский рок-н-ролл для фестиваля Индюшана, с другой стороны, дома я слушаю. Я достаточно много денег трачу. Это, знаешь, такое олдскул, по старинке, на все то, что выходит вот прямо сейчас, там, в Европе, в Америке, там, в Юго-Восточной Азии, неважно. Вот. И я так довольно подготовленный меломан. Может быть, не настолько сильно, как Артемий Кивич Троицкий, но, в общем, в тонусе себя держу. С одной стороны, что касается русских артистов, тут ничего с собой поделать не могу. Но артисты делятся на любимых, русские, и те, с которыми ты не работаешь. И все. И вот никак вот тумблер, или красная лампочка, или зеленая. Потому что, когда ты с артистом работаешь, если ты вдруг там задумал о задании вопроса, какие самые любимые, то ничего не получится, потому что они все, как твои дети, вот не цыганские дети, брошенные на произвол судьбы, а ты с ними возишься, и тут уже неважно, это мюзикл, или это джаз, или это рок, или это поп-музыка. То есть, ну, вкладываешь по полной, не жалея себя абсолютно. Ну, все-таки любой артист, понятно, что творчество в данном случае первично, но самоподача, самопиар, определенный, никуда мы от этого не денемся. И вот мы часто сталкиваемся, региональные журналисты, с тем, что приезжают к нам звезды, и с таким вот пренебрежением относится к тому, что вот какое интервью, о чем вы говорите, да скажите спасибо, что мы вам вообще снимать разрешили. Это звезда во лбу, или это такой вот, ну, рациональная трата собственного ресурса, что проявлять себя и как-то себя показывать нужно только там, где кто-то это оценивает. Я понял, как по имени-отчицу? Валерия Владимировна. Вот смотри, Валерия Владимировна, а тут разговора вообще нет, потому что это разговор о общечеловеческой культуре. Если человек, выехав за МКАД, так себя ведет, ну, неинтересно, нет темы для разговора, вообще, вообще темы нет. Потому что ведь существует очень много профильных музыкальных западных журналов, там от New Musical Express, там The Q, ну, к примеру, первопопавшиеся, там Mojo, там DJ Vag и прочее. И там они часто печатают райдеры или, ну, или даже графики тура. И когда большая группа выезжает в тур, то приехав, условно говоря, в Белфас, Дублин, там, или, там, Бирмингем, там, допустим, в день артист дает не так, как наши, там, приехали на канал, там, между саундчеком, там, на бегу, там, 10, 12, 15 интервью. И они работают, интервью разные. Я очень люблю творчество Дэмона Алберна, это и Блур, и Гориллос, и The God, The Bad and The Queen, много чего. И года два назад вышел про Блур фильм, но мы бы назвали это документально, он есть в интернете. И он такой очень правдивый такой бэкстэч, показанный изнутри, как они, начиная там от Лондонского арт-колледжа в 17 лет, вот дошли до того, до чего они дошли. И показан момент, когда сидит гитарист Блур и просто записывает ролики для разных телекомпаний, для разных стран, для разных регионов, вот просто ролик за роликом, ролик за роликом, там, он говорит, хай, там, я из Блур, и, значит, и это работа, и он каждый раз находит новые варианты. И поэтому я не удивляюсь, что он потом пишет колонку в Гарден или еще что-то. Поэтому, ну, просто совершенно разная культура. Мы говорим о внутренней культуре. Это работа, и ее надо делать вдохновенно, и вот очень важное слово – страстно. А если артист в процессе общения с региональными журналистами чего-то не понимает, то я думаю, что очень скоро все закончится. Но не бывает середины. Либо ты горишь и сгораешь, да, ты можешь умереть раньше времени. Ну, либо ты здесь случайно, на несколько лет. Ну, вот ты приехал сюда на фестиваль «Парк Рока», в рамках которого у нас действует проект «Дорогу молодым». Вот вообще, как оцениваешь эту идею регионального фестиваля? У нас ведь и хедлайнеров они сюда привозили, и Би-2 приезжали, и Диана Арбенина. Вот у таких региональных фестивалей есть шанс вот действительно вырасти во что-то хорошее, серьезное, если ими только вот, ими не занимаются столичные люди, только ребята местные, на энтузиазм. Ну, если время позволит, мы потом поговорим про человека, цитату которого я сейчас процитирую, гениального авангардиста Сергея Анатольевича Курехина, умершего там 17 лет назад, который всегда говорил, что, ну, наверное, для меня процесс важнее, чем результат. И, возвращаясь к идее фестиваля, вот сейчас в ноябре то, что происходит в Пензе, это попытка приобщить пензенскую музыкальную инфраструктуру к идее фестиваля Индюшата, а именно это только молодые группы, это отбор и просмотр их для того, чтобы, возможно, одна или даже две сыграли в финале в Москве осенью 2014 года, плюс такая, что ли, обмен субкультур. Мы привезли, то есть мы не с голыми руками приехали, а мы привезли две группы, одну из Москвы, такая наша новая находка, очень в нее верим, девушка из Ижевска, группа называется Есенина, ей всего 18 лет, и она уже впечатлила московских критиков, и вторая группа из Екатеринбурга называется Марк, у тех историй с точностью да наоборот, достаточно опытные взрослые дядьки, которые 20 лет просидели в подполье, несмотря ни на что, такие маргиналы, но чудо как хороши. И посмотрим, с организаторами фестиваля, мы абсолютно случайно познакомились летом на Селегере, есть такие вот, очень хорошие лагеря, где меня приглашают читать лекции, и мы познакомились, подумали, причем бы не попробовать. И вот сейчас важнее процесс, для того, чтобы оценить результат, нужен минимум цикл в год. Потому что я допускаю, что первый раз может быть что-то коряво, какие-то технические сбои, то есть все пятое-десятое, кто-то не знал, кто-то забыл, проспал. Вот пока мы с тобой говорим, там происходит настройка звука, самочеки, уже какие-то барабанщики забыли, какие-то палочки, это совершенно нормально, это жизнь. Но это даст опыт местным организаторам, местным музыкантам, и, дай бог, не сломаться, уже спустя год это может быть на совершенно другом уровне. Поэтому я бы абсолютно не рефлексировал, вот как оно первый раз пройдет. Уже сам факт того, что это есть, это здорово. Хорошо, тогда мы сейчас прервемся еще ненадолго, посмотрим сюжет про этот фестиваль, и затем будем потихонечку завершать, к сожалению. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Справиться на большую сцену, какой артист не мечтает об этом? Такой шанс предоставили пензенским рокерам. Фестиваль парк-рока «Дорогу молодым» собрал 15 как начинающих, так и опытных сурских коллективов. Уже не в первый раз этот музыкальный форум помогает в продвижении местным артистам. Конечно же, мы решили стать фестивалем, который помогает молодому коллективу, в рок-коллективу. Но в дальнейшем возможно не только рок. Мы подумали, что нужно молодому музыканту. Ему нужно в первую очередь играть. Играть хорошо и как можно меньше думать о свойствах продвижения. О продвижении подумают профессионалы. Генеральный директор музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн», известный продюсер, пиарщик, журналист Александр Кушнир лично приехал, чтобы оценить выступления пензенских коллективов и отобрать тех, кто попадет в финал организуемого им фестиваля Индюшата. Он уже много лет становится стартовой площадкой для молодых, подающих надежды групп. Победители Индюшат Гран-при 2012 года группа Джигвуд буквально на днях выступала на одной сцене вместе с одной из самых известных рок-групп мира «Офф Спринг». И, ну, видимо, это все не зря, потому что год назад группа выступает впервые в Москве, и уже спустя 12-15 месяцев она играет вместе с монстрами рока. Казалось бы, в век повсеместного распространения интернета и засилия телевизионных проектов, которые ставят своей целью продвижение начинающих артистов, молодым исполнителям гораздо легче донести свое творчество до широкой публики. Однако обилие, к примеру, тех же телешоу приводит к обратному эффекту. В современной музыкальной индустрии молодые артисты, ну, не просто не нужны, они не нужны агрессивно. Потому что мы породили 8 «Фабрик звезд», мы породили «Народного героя», мы породили «Фактор А», и вот все эти вот предложения, они опережают спрос, и никто не знает, что с этими героями делать. Тем не менее, по всей России тысячи молодых исполнителей создают свои коллективы или выступают сольно, начиная с площадок своих городов. Тем, кому повезло, выпадает шанс хотя бы попытаться завоевать массового слушателя. Молодая, едва отпраздновшая 18-летие певица Юлия Есенина, с которой работает Кушнир Продакшн, приехала на фестиваль в качестве одного из хедлайнеров. Вспоминает, петь начала с 5 лет, а мечтать о собственной группе с 10. Я как-то сидела в студии, мне было тогда всего лишь 14 лет, и мой продюсер, мы сидели разговаривали, он мне говорит, ты уверена, что ты хочешь как бы отдать всю свою жизнь этому творчеству? Ты ведь ничего не сможешь больше сделать. У тебя вся молодость, вся жизнь твоя, у тебя все лучшие годы на это. Я говорила, да. Я не осознавала, на самом деле, что это все так сложно. Но сейчас я уже понимаю, и не жалею, конечно же. Пензенские музыканты тягот суровой творческой жизни тоже не боятся. У многих за плечами многолетний опыт выступлений. Александр Горянчиков на фестивале был одним из немногих, кто выступал сольно, причем в необычном и редком жанре. Сочетал битбокс и голосовые импровизации с игрой на флейте. Помимо игры на флейте и битбокса, делал еще разные, различные техники нетрадиционные, такие как слэп, даблтон, мультифоники, саргулярное дыхание и горловой бас. По итогам двух дней музыкального марафона были выбраны два победителя группы Хоревни Кактус и Насмерть, которые выступят в Москве на фестивале Индюшата. Еще три коллектива Бухарин Блюз, Малыши Гулливер и Диагональ получат право записать уникальный триплет-альбом. Это музыкальный сборник в виде мобильного приложения, который кроме песен включает в себя также тексты и видео. Третье место присудили команде «Питоны 3000», участникам которой предоставят скидку на обучение менеджменту музыкального бизнеса в московской бизнес-школе. Ну вот разреши, не буду далеко уходить от наших пенинских талантов. Среди раскручиваемых табу артистов есть наш земляк Тимур Родригес. Вот что такого в этом парне? Если мы говорим о каких-то там супер-вокальных данных, может быть здесь не это, а вот какая-то фишечка его в чем? Чем он берет зрителя? Ну, во-первых, вопрос очень актуальный, потому что как раз накануне вот записи этой программы у него прошел «Визвестия холл». Это практически один из лучших новых центральных залов Москвы. Первый сольный концерт, такой серьезный, полуторачасовой, порядка десяти музыкантов на сцене, там ритм-секции, гитары, клавиши, трубы прямо зажигали они. Был биток, приятно было со стороны это видеть, потому что человек, казалось бы, достиг уже всего. Там он лицо Первого канала, концерты, постоянные проекты, постоянные клипы, киноев, театральные, то есть он там света белого не видит. Но мне он жутко симпатичен тем, что он рыпается, он дергается, он что-то ищет. И вот знаешь, если сказать номер один качество, у него есть то, что очень мало есть у кого из русских артистов, это ирония и самоирония. Русские артисты очень серьезные. Им стоит титанических усилий пошутить, и практически невозможно пошутить над самим собой. Поэтому у меня совершенно неожиданно, допустим, могут быть симпатичные какие-то поднебесные Лолиты или Киркоров, у которых осталась самоирония. То есть и там у Киркорова последний клип, вот этот прекрасный. Это такой степ вообще. Да. Но это качество, оно очень редкое. Допустим, мне кажется, может это иллюзия, что у рокеров она так чуть получше, начиная от Шнура и заканчивая Гутенко. Вот там у людей с самоиронией все в порядке. Поп-артисты, они офигеть такие серьезные. Так вот, Тимур Родригес редкий артист, у которого вот с этим редким качеством, с юмором, с иронией и самоиронией все в порядке. И может быть я очищусь в двух сторонах от вопроса. Буквально несколько дней назад, значит, у меня был день рождения, сотрудники «Гушнеподакшн» придумали такую фишку, что все артисты записали видеообращения. Видеообращения были разные. Талантливые, очень талантливые, гениальные, не очень талантливые. И у Тимура в виде обращения было, наверное, одно из двух лучших. То есть у меня первое место поделил Тимур Родригеса, Татьяна Зыкина. И там было столько иронии, там было столько самоиронии, и там был степ такой на грани фола, то есть такой опасный, но в этом и была жизнь. И когда у человека это есть, у него есть легкость. И вот меня очень удивило, я видел много артистов, которые выходят на первый концерт, там все очень сыро, не скоммутировано. Вот у него, вот эта легкость, она ему дает возможность одинаково успешно петь и английские композиции, и русские. То есть вот вчера на этом большом концерте было почти 50 на 50. исполнять фанк, исполнять рок, исполнять музыку в стиле Джиммера Квай. То есть он удивительно эклектичный, и тоже это редкое качество для русских артистов. У нас тоже как шахтеры. Вот какую-то нишу нарыл и пошел по ней. Первый альбом, второй, пятый, двенадцатый. Он молодец, он умничка. Он, скажем так, во-первых, он оглядывается по сторонам, во-вторых, он оглядывается назад, в-третьих, он смотрит вперед. Это редкость. Ну хорошо, вот если вернуться к русскому року, вот нынешний русский рок, он где рождается? Я не знаю, в подъездах, в подвалах делается? Вообще в столице или в регионах? Меня такое словосочетание русский рок, оно всегда смущает. Но давай поясним зрителям, что, допустим, ты говоришь про, допустим, героев фестиваля «Нашествия», там группы, которые звучат на нашем радио, как бы это с одной стороны русский рок, с другой стороны, допустим, есть вот то направление, и немножко, к сожалению, и на индюшатах таких групп становится все больше, с англоязычными текстами. И это такая очень опасная игра, потому что, ну, не каждый русский, не то, что не любит быстрой езды, они свободно владеют английским, и тогда не очень понятно, для кого они поют тут, а там они точно не нужны. А там они не нужны точно, потому что там страшная, жесточайшая конкуренция, рынок распилен на сотые доли процента. То есть, условно говоря, просто круг друзей, мы круг общения, это, условно говоря, генеральные директора компании Warner, там Universal Music, там русских отделений, и просто рисуется окружность, сегменты, и, ну, очень тяжело, практически невозможно нашим артистам, по-моему, на английском, прорваться туда. Был прецедент ростовский электронный дуэт ППК, значит, в общем, с единственным хитом в британских хит-парадах было Тату, но Тату там такая мощнейшая команда работала, и такое стечение обстоятельств, что, ну, скорее, как исключение, подтверждающее правило. Вот. Поэтому, ну что, группа, поющая на английском, рок, русские группы, но они же тоже русские, то есть, вроде, тоже русский рок. Это такая, скорее, хипстерская субкультура, таких клубов, как Солянка, там, 16 тонн. Какие-то группы из них, такие, как Теслабой, Помпея, они уже начинают собирать тысячные залы, они мне очень не близки. Очень не близки, мне это кажется немножко надуманным. А вот тот же самый Джигвот, про который мы говорили, и который просто, каждый концерт играет, как последний, то есть, вот они выходят на сцену, они выходят умирать. И я бы очень не хотел, чтобы вы это место при монтаже вырезали, но просто надо помнить, что какой бы рок не был, неважно, вот как ты сказала, русский, рок не русский, ну, во-первых, не надо обладать заблуждением, что это музыка. Потому что, если ты хочешь слушать музыку, пожалуйста, будь добр, иди в большой концертный зал имени Чайковского, в консерваторию, и слушай музыку. Рок, вот изначально, со своих корней еще там с середины 60-х, ну, в общем, это эстетика саморазрушения, это часто религия смерти, это нож в кармане. И поэтому, как люди приходят к таким установкам, наверное, я бы разделил молодых музыкантов на две части. Часть первая, они просыпаются утром и думают, как бы мне попасть на наше радио, или как бы мне попасть на официальное шествие. Все, они закончились сразу, вот только такая мысль пришла в голову. Вот второе, люди, которые, у которых есть канал с космосом, которые в той или иной форме общаются с Богом, это очень редко, это большой дар, собственно, это и отличает талант от посредственности, гения таланта. Вот, и формально, наверное, тоже их можно назвать русский рок, потому что они на территории. Это очень часто электронные маньяки, которые сидят дома, там у них есть все необходимое для того, чтобы понимать, что ты хочешь. То есть можно записать гениальный альбом на двух компьютерах, клавишах, не выходя из спальной комнаты. И в этом они не очень отличаются от каких-нибудь нью-йоркских или лунгских маньяков, которые точно так же сидят дома. Вот, поэтому путей развития русского рока много, они часто взаимоисключающие, странные. Но, в принципе, мне нравится, что сейчас происходит в 2013, вот накануне 2014 года, потому что внимания нет правил, а это прекрасно. Ну вот, мы сейчас говорим об альбомах, которые пишутся дома, и, конечно, мне кажется, нельзя в этой связи не поговорить об интернете, об этих многочисленных скандалах, которые возникают, что это, значит, нужно защищать права и так далее. Это вот что, интернет, это все-таки площадка для молодых артистов, они могут быть услышаны, по идее, нужными людьми. Или все-таки надо вот эти вот рамки устанавливать? Тут такой, наверное, один из самых легких вопросов, на которые мы сегодня с тобой пытаемся найти ответы, потому что, если одним словом, это инструмент. Интернет – это инструмент, инструмент важнейший, которым надо пользоваться. Это площадка для взлета как молодых групп, так и статусных артистов. И в этом можно играться сколько угодно, долго, рьяно и в кайф. Другое дело, что лично у меня интернет был в топе пару-тройку лет назад. Сейчас начинается такой период легкого разочарования, потому что люди переелись большим количеством групп, которые оказываются в интернете. И, например, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда, допустим, молодая группа, ну, к примеру, победителя, не деша от кого-нибудь года, презентует новый альбом или новый сингл или новый клип, собирает в ВКонтакте группу. Ну, люди пишут, что, допустим, придет 400, 500, 600 человек, из 600 приходит 50. И я думаю, кто эти 550, которые, то есть как, зачем, почему. И вот в этом есть некое разочарование от интернета, его пресыщенность, но все равно это инструмент, и с ним надо дружить, и без этого инструмента ничего не получится. Но вот, насколько я знаю, ты еще преподаешь в Государственном институте управления, института репутационных технологий. Ты приходишь как практик или какая-то теория, она вообще может быть в данном случае? Ну, еще появилось несколько симпатичных платформ для преподавания. Это Московский институт телевидения и радиовещания Останкина. Вот я первый год, у них типа дебютант, но я не просто там приглашенная полузвезда или кто-то, а я там такой титул, ну, который надо соответствовать, мастер курса по пиару. То есть, просто целиком на мне пиар. И в ближайшее время начну преподавать в Академии коммуникации воркшоп. Это на заводе Флакон. Это вообще очень такое хорошее место с хорошей энергетикой. То есть, таких платформ несколько. И там обучение, оно, как правило, не дешевое, а это сразу отсекает всякую лабуду и приходят люди, которые, скажу в камеру неприличные слова, хотят учиться. Люди, которые хотят учиться. Раз они хотят учиться, то сразу идет ток на уровне глаз. И теории там крайне мало. Там практика, там какие-то тренинги. Вот. И студенты очень любят мои лекции, потому что там можно побегать по потолку, полетать. И они очень, да. То есть, мы постоянно что-то нарушаем. То есть, законы гравитации, кинематики, там, всемирного тяготения. Вот. Но это отличная практика. И там довольно бескомпромиссно. То есть, там или смеются, или плачут, но зато это очень настоящанское. И мне кажется, что там существует какая-то оригинальная методика обучения, не имеющая ничего общего там. Ни со школы Станиславского, ни там с тем, что пишет в своих книгах Ричард Брэнсон, или еще что-то. на других площадках. Мне, к сожалению, очень жаль, что у нас так мало времени, что мы ограничены этими эфирными рамками. Спасибо. Может, я к вам еще приеду? Мы будем только рады. Спасибо тебе большое за честные ответы. Было действительно очень приятно общаться. Ну, хочется напоследок обратиться, как всегда, к нашим зрителям. Надеюсь, что вы сегодня узнали очень много нового, интересного из нашей программы. Ну, и мы, по-моему, немножко приоткрыли все-таки завесу тайны над вроде бы открытым, но таким недоступным миром шоу-бизнеса. Это была программа Рубль. Я прощаюсь с вами до следующей недели.